Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня достаточно сложная тема. Это Гвуран Эцеха, 23 день счета Амера. Иногда дети, которые любят выигрывать в игре, обходят правила. Порой мы, взрослые, пытаемся облегчить себе жизнь, премерегаем установленными правилами. Но настоящее правило игры это тора и заповеди. Однако они кажутся некоторым жесткими, ограничивающими. Ну, как ребенку, которому не дают съесть килограмм конфет. Вначале в мире был хаос. Тоху и Воху. Мир Тоху и Воху. И Бог создал мир и человека. Бог дал человеку миссию, плодитесь, размножайте, обладевайте землю. То есть миссия покорителя, победителя. Но он наградил еще и ограничениями людей, чтобы они не разнесли этот мир. Сначала это заповеди Ноха, потом 613 заповедей для евреев. Если бы этих ограничений не существовало, ну, человек, знаете, что бы натворил. Есть немножко сложная формула, ее надо попробовать понять. Само по себе желание побеждать, это огромный свет прошлого мира. Мира Тоху. Это был мощный мир, но он ломал все сосуды. И вот нужна ограничивающая сила Гвурли. Она придает миру Тоху подходящую исправленную форму. Сосуд. Таким образом создается формула победы. Сильный свет прошлого мира, свет Тоху в сосудах текуна, исправленных сосудов. Нам надо сохранять эту мощь, которая тянется к нам с прошлого мира, и помещать ее в исправленные сосуды нашими действиями, то есть самого человека. Глава и мор. Исправляй себя, делай заповеди. Человек что? Это важная дорога его такая. Вот исправлять себя и делать заповеди. Главное, что это служить Богу в радости. Иногда люди становятся религиозными. Но человек, который раньше был радостным, такой веселый, который радовал себя и людей, смотришь на него, как жизнь из него вышла. Одним из признаков, которые превращают кошерное животное в непригодное к употреблению, является отвердение легкого. Такие люди иногда становятся бесчувственными, перестают улыбаться и считают, что они серьезные, религиозные. Вообще, вот человек, который приближается к Богу и перестает улыбаться, он ни к кому Богу приближается. Так не может быть, чтобы Бог на небе хотел, чтобы его дети унылые. Вы хотите, чтобы ваши дети хотели похмурые, унылые? Нет, конечно. Раньше люди должны понимать, что когда у него начинает что-то отмирать, когда ты чувствуешь, что жизненность из тебя уходит благодаря какому-то движению, как ты считаешь, что ты стал религиозным, наверное, это не та дорога. Это не так. Это как живой труп. Он подобен, знаете, движимая и недвижимость. Были рабы такие, движимая и недвижимость. И от него эта разница между ним и мертвецом очень небольшая. Настоящая святость, напротив, полна жизненной силы. И тот, кто с ней связан, никогда не будет выглядеть, как будто за плечами у него стоит ангел смерти. Так не бывает. Поэтому тут надо немножечко разобраться. В жизни бывают разные ситуации. Бывает, хочется забиться в нору куда-то. Но есть люди, которые полны жизненных сил, радости. Они отличаются от остальных, как жизнь от смерти. Мы ищем жизненную силу. А жизненная сила это хея ламим, всевышние оживляющие миры. Есть только один источник жизни, это творец. Других нету, все остальное придумано. Наука в наше время великолепно развита. Человек достигает других планет. Но что он не может сделать? Создать жизнь. Он, как и любое существо, способен человека размножаться, плодиться. Но, однако, жизнь создает не он. Это делает Всевышний. И он дает всему творению живую силу. Сам человек не может создать даже примитивное одноклеточное существо. Если мы хотим удостоиться настоящей жизни, нам нужно сделать так, чтобы мы стали местом оживления миров Всевышнего. Для этого что нужно? Тор. Надо учить Тору. Мишли и трактат Эрувин говорят нам о том, что Тора излечивает людей. Сказано, когда люди подошли к горе Синай. Выросли пальцы на руках и на ногах у тех, у кого не было. Для чего это была такая одноразовая регенерация? Это знак Всевышнего, что Тора исцеляет. Как это касается нас сегодня. Мы знаем из трактата Хулин, что потерянные пальцы не отрастают. Для Всевышнего, конечно, нет проблемы восстановить палец. Но он управляет нашу жизнь по законам. Поэтому для нас очень важно другое. Когда каждый человек состоит из души и тела. Так же, как есть недостатки тела, есть недостатки души. Кроме унаследованных дефектов души из предыдущих воплощений. У каждого человека есть груз собственных грехов, дурных качеств. Если мы увидели, как выглядит наша душа со всеми недостатками. Это как тело человека, пережившего тяжелую катастрофу. Важно исправить нашу душу. Исправить ее перед тем, как мы через 120 лет предстанем перед Творцом. Поскольку исправляя свои качества, человек становится над животными. Потребность с него возвышается. И вместе с Творцом он соучастник преображения человека. А то, что, как сказал Бог, создадим человека во множественном числе. Что он имел ввиду? То есть о материальном позабочусь я Господь. А о духовном совершенствовании ты человек сам занимайся. Вот мы и создадим человека. И надо быть без вечной вот этой печали. Вечность она у Бога. А нам предписано улыбаться миру. И тогда он улыбнется нам. Брахав и отслахав. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!